С Марио же всё просто, да? А вот и нет, это совсем не так. По крайней мере, так утверждают некоторые люди. Сегодня GameRanks представляет вам 10 невероятных фанатских теорий о Марио, которые всё меняют. Немного саморекламы. Мы ведём поиск новых авторов в нашу команду, который продлится до 18 февраля. Всю необходимую информацию вы можете узнать по ссылке в описании. Заглядывайте, если хотите стать частью X-Delayed. Номер 10. В фильме Super Mario Bros. 1993 года говорится, что Марио является фамилией и Марио, и Луиджи, поэтому их и называют братьями Марио. Однако один фанат предполагает, что это неправильный ответ. По его теории, в Грибном Королевстве правила именования отличаются от привычных нам. Согласно теории, среди людей, а точнее даже видов, в Грибном Королевстве имена дают по подвидам. То есть, всех Тоддов называют Тоддами. Ёши называют Ёши, вне зависимости от их цвета. Таким образом, Тодды спросили, как его зовут, а он ответил Марио, и они стали называть их всех Марио. Хотя я с этим готов поспорить. Почему тогда у всей семьи Баузера разные имена? И почему тогда есть принцесса Дейзи и принцесса Пич? Возможно, в Грибном Королевстве используют не одни и те же правила именования? Или же всё-таки впервые в жизни объяснение в фильме Супер Марио Бразерс 1993 года было легитимным? Номер 9. Некоторые люди действительно верили в то, что игры про Зельду и Марио происходят в одной и той же вселенной, но совершенно разных местах или различных временных промежутках. Эта теория появилась из-за того, что у обоих франшиз очень много общего. Самым очевидным примером являются чейн-чомпы, которые встречаются повсюду как в Зельде, так и в Марио. Есть ещё та флейта из Марио 3, которая делает то же самое, что и в Ледженд оф Зельда. Это уж не говоря о бесконечных появлениях персонажей из обоих франшиз на заднем фоне или в случайных местах другой франшизы. Но это скорее своего рода пасхалки и кроссоверы, сделанные по приколу. Номер 8. Вообще, это очень интересная фанатская теория. Марио является запасным вариантом Луиджи и его минимизатором повреждений, потому что Луиджи всемогущ и от природы деструктивен. По сути, это пошло от различных РПГ по Марио, где Луиджи кажется очень сильным. Супер Пейпер Марио подразумевается, что Луиджи – это реинкарнация прадеда графа Блэка, который должен был нести сердце хаоса, но умер во время ритуала и всё такое. В Марио Луиджи Дрим Тим именно Луиджи может открывать портал в мир снов. Есть, конечно, немало интересных признаков, но как-то это сомнительно. Если и существует канон Марио, и все эти РПГ являются каноном, то я бы изо всех сил пытался не злить Луиджи. Номер 7. Марио может метать огонь, с легкостью пробивать своей головой кирпичи, выживать под водой неограниченное количество времени и летать на ветрах. Один из пользователей Реддита сказал, что Марио подвластны огонь, земля, вода и воздух, а значит Марио – это аватар. Я бы мог это прокомментировать, но решил просто повторить вам слово в слово то, что он написал. Марио не аватар, потому что я никогда не видел аватара, которому нужны усиления, чтобы всё это делать. Номер 6. Донки Конг убил отца Марио и Луиджи Это очень продумано, и должен сказать, что в этом случае я даже готов поверить. В оригинальном Донки Конге вы играете за прыгуна-плотника из Нью-Йорка, который пытается спасти свою девушку Полин. Он пытается спасти её от Донки Конга, который также является Крэнки Конгом в играх Донки Конг Кантри, где Донки Конгом называют младшего Донки Конга оригинальной версии. В приквелах Yoshi's Island к играм Марио малыш Донки Конг встречается как минимум пару раз. Это означает, что Донки Конг и Марио одного возраста. Поэтому младшему Донки Конгу было непросто сражаться с Марио, который уже был настоящим взрослым в оригинальной игре. Во второй части прыгуна переименовали в Марио, но это не означает, что прыгун из первой части не мог быть тем же Марио, а Марио из последующих игр тогда был бы Марио-младшим. Персонажа из Донки Конга стоит рассматривать как прыгуна или Марио-плотника из Нью-Йорка, у которого могли быть дети. Это мог быть Марио-старший, которого убил Донки Конг-младший в конце второго Донки Конга. Он действительно умирает, над его головой даже нимб появляется. А вот Марио ещё как живой, так кем же был тот Марио? Номер пять. Этот фанат считает, что единственный раз, когда Баузер действительно похитил принцессу Питч, был в Супер Марио Бразерс. Марио 2 происходил в стране снов и не был реальным. Марио 3 была лишь постановкой, пересказом Марио Бразерс 1. В Марио Волт принцесса Питч сама уходит к Баузеру, а Марио считает, что её похитили и отправляется за ней. Только вот вам придётся игнорировать абсолютно всё остальное, включая концовку, где Питч целует Марио за спасение. Номер четыре. Кое-кто выстроил временную цепочку всех игр Марио. Как вы уже могли догадаться, это полное безумие. Во-первых, Донки Конг 94, ремейк оригинального Донки Конга под Геймбой, по его логике считается первой игрой. А это уже предполагает, что теория с прыгуном, где он является отцом Марио и Луиджи, правдива. Он также говорит о том, что Баузер-младший из Йошис Нью-Айленд является молодым Баузером, но при этом он является и собственным отцом из-за путешествий во времени. Должен сказать, что это как минимум очень запутано. Номер три. Существует теория, что Баузер является отцом Питч и тем самым истинным правителем Грибного Королевства. Вполне логично, что она пытается от него сбежать. Большинство детей не хотят проводить много времени со своими родителями, когда достигают определенного возраста. Но по этой же теории, выходит, что Баузер хочет жениться на своей собственной дочери. Только мне кажется, что Нинтендо, которые выпускают игры для всей семьи, не продвигали бы такую идею. Это не очень семейная тема, знаете ли. Номер два. Есть теория о том, почему Марио считается своего рода супергероем в Грибном Королевстве. В Грибном Королевстве в основном живут слабые и хилые существа, которых легко убить. И знаете, это вполне логичная мысль. Половина врагов – это всего лишь грибы, на которые достаточно наступить. По этой теории, Купа Трупы – это не настоящие черепахи, а какие-то ящерицы, которых легко убить. Они используют панцири, которые им дал Баузер. Поэтому обычный водопроводчик смог получить звание Супер Марио – Героя Грибного Королевства. Номер один. Вот это просто шикарно. Марио пользуется своей славой. Он побывал в Грибном Королевстве всего раз и спас их всего единожды. Это объединяет пару других теорий. Очевидно, Супер Марио Брос 2 по канону является сном, поэтому всё сходится. По сути, ему вновь и вновь снятся былые деньки. Постановка в Марио 3 тоже хорошо вписывается. Если вы хотите пользоваться всеми вашими достижениями сполна, то можно превратить их в то, что люди будут потреблять и платить вам за это деньги. Отличная идея. Марио 64 является попыткой создать реалити-шоу или даже киноверсию. Вся франшиза Марио построена на том, что сам Марио зарабатывает бабло после одного хорошего поступка. А в общем-то, жизнь именно так и устроена. А какая фанатская теория понравилась больше всего вам? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте. Как всегда, спасибо за просмотр этого видео и увидимся в следующий раз.